Сея Ильич, это первое Ваше появление перед камерами, ну так, чтобы микрофон работал и звук писался после визита в Баш-Расад, поэтому один вопрос сначала. Мы в прошлую субботу рассказывали, как гуманитарная помощь не могла долететь из Сирии в Россию, из России в Сирию, там Болгария закрыла пространство, через Румынию летели, а прилет в Баш-Расад это, наверное, целая спецоперация была, если не секрет, как он? Знаете, я не буду вдаваться в детали, главное, что он посетил Москву, провел переговоры с нашим президентом и благополучно вернулся домой. Его появление в Москве означает, что Москва ставит теперь только на Баш-Расад, благо ему военная поддержка оказывается, с другими будете говорить Сирии? Вы знаете, у нас в Москве за последние 4 года побывали практически все, без исключения, руководители различных оппозиционных групп, и национальная коалиция, и братья-мусульмане, и национальный координационный комитет. В тех временах, когда Лига нации, Лига арабский государств называл его единственным законным представителем, да, наверное? Национальную коалицию они назвали единственным законным представителем, у нас бывали и они, бывали и те оппозиционеры, которые не иммигранты, а которые работали всегда внутри Сирии, выступали за демократизацию страны, за больший учет своих подходов. Поэтому, когда они столь часто у нас бывали, когда мы провели два специальных форума оппозиционеров на московской площадке, добиваясь их сплочения на конструктивной основе ответственности за свою страну, на основе готовности к переговорам по решению политических проблем Сирии, нас никто не упрекал, что мы делаем всю ставку на оппозицию. Мы никогда не прекращали работать ни с правительством, ни с оппозицией. Думаю, что мы, наверное, единственная страна, которая поддерживала и поддерживает контакты со всеми политическими силами Сирии. Чуть переночитаю свой вопрос. Вот сейчас так хорошо пошли дела у российских военных летчиков. Сирийская правительственная армия имеет возможность перейти в наступление. Не жалко на таком-то фоне учитывать интересы не только Башара Асада, но еще и оппозиции? Знаете, мы не хотим учитывать ни интересы Башара Асада конкретной одного, ни конкретные интересы оппозиции одной. Мы хотим учитывать интересы Сирии. А для Сирии важно, чтобы была мирная обстановка, чтобы как можно скорее кончилась война, и чтобы террористы не получили шанса захватить власть в Дамаске, да и на любой другой части Сирии. Я убежден, что те успехи, которые сейчас ирийская армия демонстрирует при нашей воздушной поддержке, позволяют консолидировать позиции власти и должны сделать власть более заинтересованной в продвижении политического процесса с участием оппозиции. Мы говорили об этом с Асадом. Асад это прекрасно понимает, и он сам, кстати сказать, высказал мысль о том, что вот эту военную фазу противодействия терроризму обязательно нужно дополнять консолидацией здоровой части общества и началом политического процесса, который обеспечит учет интересов всех, без исключения сирийцев, по этническому признаку, по конфессиональному признаку, по политическим пристрастиям, учет интересов всех в государственном устройстве и в органах власти. Пару уточнений. Я знаю, что у вас тяжелый график сегодня. Неделю назад у нас в программе было интервью с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, который, цитата, назвал глупой позицию Соединенных Штатов, отказавшихся принимать делегацию во главе с российским премьером, как это предлагал президент. И мы с вами вот сейчас, тем не менее, говорим в канун вашего отъезда в Вену, где вы будете встречаться с госсекретарем США, ну и с коллегами еще из Турции и Саудовской Аравии. С американцами есть о чем говорить вот после, например, их жестового отношения делегации теоретической российской во главе с премьер-министром? Мы никогда не хлопаем дверью, не строим из себя обиженных. Всегда, когда человек отказывается говорить по серьезнейшей проблеме, возникают вопросы, насколько у него есть видение того, что происходит, насколько у него есть своя идея или свои идеи о том, как с этой проблемой справляться. Ну, поинтересуюсь у Джона Керри, какие у них сейчас размышления, но, безусловно, это не добавляет авторитета, по-моему, ни одному государству, который наотрез отказывается встречаться на любом уровне, когда предложение о встрече поступает. Когда с такими инициативами выступают наши американские коллеги, мы всегда откликаемся, мы никогда не уходим от разговора. Тот факт, что Джон Керри предложил завтрашнюю встречу в Вене, говорит о том, что все-таки у них есть понимание диалога, есть понимание, что диалог без участия России едва ли принесет успокоение этому региону, если, конечно, мы все хотим успокоения региона, а не продолжение здесь пертурбаций, дробления государств, их ослабления, смены режимов. Надеюсь, что нет. И когда мы об этой встрече договаривались, Джон Керри мне по телефону сказал, что, говорит, что вы так отреагировали на нашу реакцию, вот на предложение провести визит делегации Медведева. Я говорю, ну как нам прикажешь реагировать? Мы получили официальное письмо от посла Соединенных Штатов Российской Федерации, ТЭФТа, в котором написано, что Соединенные Штаты отклоняют предложение Российской Федерации направить в Вашингтон вот эту делегацию. И Джон сказал мне, ну ты знаешь, ну не надо принимать так буквально, потому что мы же в процессе, пока еще условия для такого контакта не созрели, но давай пока мы на министерском уровне поработаем, а дальше мы будем готовы рассматривать и другие Ваши идеи. Вот что могу Вам доложить по этому поводу. Интересно. Значит, может быть, что-то будет такое интересное. Вам достаточно такого круга в связи с Днем Куфине? Только американцы, турки и саудиты? Нет, конечно. Мы, соглашаясь на этот формат, сказали в очередной раз, что убеждены в бесперспективности попыток создать такой вот внешний круг поддержки сирийского урегулирования без участия Ирана. И, конечно же, убеждены, что в нынешних условиях принципиально важно включить в эту группу также Египет, Катар, Эмираты и Ордания. И, между прочим, некоторые из этих вот стран вполне могут быть представлены своими министрами в Вене завтра, но уже на параллельных встречах. Они высказали пожелание с нами пообщаться, мы к этому готовы. Последнее. Что европейцам остается делать в этой истории? Сидеть, ждать, как американцы продолжают бомбежки и принимать беженцев, или они будут привлечены к сирийскому урегулированию? Я надеюсь, что все-таки Евросоюз сейчас понимает, что для него позиция отстраненности от сирийских дел неприемлема. Да, наверное, таким спусковым крючком послужила волна мигрантов, хотя их там около 700 тысяч. Это, в общем-то, мало по сравнению с количеством украинцев, которых мы приняли и которые остаются на нашей территории. Это по сравнению с сирийцами, которые бежали в Орданию или Турцию, между прочим. Да, это вот примерно сопоставимо с наплывом сирийских беженцев в странах региона, о которых мало кто вспоминал, пока вот миграция не ударила по Европе. Но и такой сугубо прагматичный интерес Европы, он должен дополняться ее политической вовлеченностью в процессы, нацеленные на урегулирование. Евросоюз должен и уже начинает признавать первопричины и кризиса с мигрантами, и вообще хаоса на Ближнем Востоке. Уже не стесняются вспоминать и про Ирак, и про провал демократизации Ирака, который взамен обернулась серьезнейшей угрозой раскола страны и межконфессиональными трениями внутри нее. Уже начинают вспоминать и более свежий пример Ливия, которая превратилась, собственно, она и превратилась в такой коридор, никем не контролируемый для контрабанды мигрантов из многих стран Севера Африки, да и не только Севера, но и Черной Африки в Европу. Уже начинают вспоминать, как обошлись с Каддафи, как пытались исходить из иллюзии о том, что смене диктатора, и демократия сама собой пустит корни. И я убежден, что эти уроки большинства серьезных политиков извлечены в их умах в отношении Сирии, поэтому даже при продолжающейся такой еще антиасадовской риторике, демократизаторской риторике, я думаю, зреет правильное понимание ситуации. Это дает нам надежду в обозримом будущем все-таки продвинуть политический процесс, используя внешних игроков, усадить всех сирийцев за стол переделоров. Потому что внешние игроки за сирийцев ничего не решат. Мы должны их заставить самим выработать алгоритм дальнейшего проживания в своей стране, когда интересы любой группы, конфессиональной, этнической, политической, будут надежно защищены. И готовиться, конечно, надо к выборам, и к парламентским, и к президентским. Ну и готовы, хорошо защищены интересы внешних игроков, взять ту же самую российскую базу на сирийском берегу Средиземной Африки. Знаете, это фактор, который сейчас уже всеми признан, наше присутствие военной в Сирии. Это наша акция расценена большинством и многими публично, как наиболее эффективный ответ на террористическую угрозу, особенно на фоне более годичного участия американской коалиции в борьбе с ИГИЛ, которая за этот период только нарастила свои территориальные завоевания. Но, повторю, большая ошибка является отказ американцев координировать с нами свою антитеррористическую кампанию. Мы к этой координации готовы максимально глубоко. Более того, мы готовы, хотя нам отказывают в предоставлении информации о том, где террористы находятся по американским оценкам, где находятся патриотические оппозиционеры. Мы готовы патриотическую оппозицию, включая так называемую свободную сирийскую армию, тоже поддерживать с воздуха. Но нам главное выйти на людей, которые будут авторитетно представлять те или иные вооруженные группы, противостоящие в том числе и терроризмам. Спасибо, Сергей Ильич. Спасибо.